Здравствуйте, друзья. Я не уверен, что ветрозащита микрофона справится с этим ветром, но мне очень хотелось дать вам такую картинку. Просто поделиться тем, как здесь хорошо. А у Димы есть вопрос. Как сохранить мотивацию к занятиям? Во-первых, во время карантина, то есть сейчас особо делать нечего, и я думаю, что через пару месяцев заставить себя дойти до зала будет уже довольно серьезная проблема. Но даже если убрать за скобки карантин, то вопросы остаются. Когда ты только начинающий, я еще хорошо это помню, очень сложно заставить себя заниматься, когда у тебя ничего не получается. Ты приходишь в зал, вроде повторяешь все за СНС, вроде слышишь все эти объяснения, головой понимаешь, но руки-ноги деревянные, и не получается ровным счетом ничего. Мне нравится, как говорит Дима, в этом есть искренняя боль личного опыта. Но если вам жаль полторы минуты на сопереживание хорошему человеку, там есть ссылка на резюме этого видео. Или там. Разберетесь. И, конечно, это сильно деморализует, и непонятно, как вообще дотащиться до очередной тренировки, чтобы снова услышать про то, что техника делается не так, руки-ноги должны ходить не так, центр должен находиться не так. Но даже когда ты достиг определенного уровня, когда ты уже получил какой-то Q, вопрос мотивации остается. До черного пояса далеко. Есть некоторое головокружение от успехов, когда получаешь в книжечку запись, отметку о новом Q. Вроде как чего-то достиг, а идти дальше долго, тяжело и сложно. Вот как сохранить себе желание развиваться, как не растерять его на длительной дистанции до хотя бы черного пояса. И следующий вопрос уже на перспективу. Когда черный пояс получит? Вроде формально все техники знакомы, все техники человек может выполнить. Как сохранить себе мотивацию учиться, идти дальше? В ком черпать, грубо говоря, вдохновение на дальнейшие занятия? Спасибо. Хорошая тема для разговора. Единственное, что я хотел бы сместить немного акценты. Я не думаю, что на разных этапах изучения айкидо нужна какая-то разная мотивация. Поэтому мы отдельно поговорим в следующем видео о разных этапах, потому что это тоже интересная тема. А что же касается мотивации, она должна быть одна. То есть сейчас мы опять нажмем в метафоры. Какая у вас мотивация, чтобы чистить зубы? У вас разная мотивация, чтобы почистить зубы утром и вечером. Чтобы почистить зубы, когда вам 15 лет, и почистить зубы, когда вам 32. Ладно, неудачная метафора. В общем, вопросы мотивации восходят к тому, для чего мы занимаемся айкидо. Недавно мне попалось видео, где один замечательный санкт-петербургский мастер, Станислав Кулаков, ответил на вопрос, зачем современному человеку, живущему, к примеру, в Санкт-Петербурге, изучать искусство обращения с японским мечом. Станислав сказал, да, нам не пригодится искусство обращения с японским мечом, но те навыки, которые мы приобретаем в результате изучения, нам очень сильно пригодятся. Когда люди, не связанные с Будо, задают мне вопрос, как давно я занимаюсь, я всегда отвечаю недавно. Когда они узнают, что недавно это 20 лет, они обычно считают, что я кокетничаю. Но тут дело в расстановке приоритетов и в высоте планки, которую вы себе ставите. Я ориентируюсь на учителей, которые занимаются айкидой немножко дольше, чем я. Мастера Тада и Изаяма начали практику айкидо за 20 лет до моего рождения. На этом фоне 20 лет моей практики, это, конечно, начинающий уровень. Но, с другой стороны, все зависит от ваших задач. Если вы хотите просто немного попозировать в хаками, для этого не надо тратить столько времени. За 5 лет вы чему-то научитесь, и это даже будет достаточно эстетично смотреться. У вас должен быть свой ответ на вопрос, зачем вы пришли в додзи. Да, наверное, этот ответ будет меняться. По мере того, как ваше понимание будет меняться, понимание предмета, которым вы занимаетесь. Это неизбежно. Но, в любом случае, этот ответ лежит гораздо выше вашего текущего уровня. Он находится где-то в области ваших устремлений. Для меня практика Будды – это прекрасный способ продвигаться в своем развитии. Напомню, что мы или развиваемся, или деградируем. Увы, нельзя зависнуть на месте. И айкидо дает прекрасные возможности в этом смысле. Во всяком случае, айкидо в том виде, который мы практикуем в нашем додзи. Вы можете предаваться созерцанию своего пупка, лежа на диване. Но если вас посещают мысли о том, что с вами станется спустя годы, возможно, это как раз и есть повод оторваться от дивана. Так что я отвечаю на вопрос, зачем так. Постоянная практика дает мне надежду, что к концу жизни я смогу смотреть в зеркало без сожалений. А возможно, даже с некоторой гордостью. Надеюсь, ответ прозвучал. И раз вы все еще здесь, я прошу вас подписаться на этот канал. Потому что для меня это важно. И потому что я стараюсь поднимать здесь важные темы. А если вы не согласны с моим мнением, или у вас есть вопросы, пишите комментарии. Надеюсь, скоро увидимся на татаме. И не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok